Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого, Сергеем Поярковым, тот художник, который может обидеть каждого. Итак, сегодня публично в апелляционном суде команда Порошенко, можно сказать, накрыла юблом Венедиктовой всю зеленую команду. Помните, когда-то Венедиктова очень знаково спалилась с швейцарскими часами юбло? Ну, пишется они как хублот, но читаются они юбло. Это именно то, чем пытались вот этим юблом торговать, но им же и накрылись все вот эти плесневые зелебобики. Итак, конечно, юблом накрылась Венедиктова с ее обвинениями, потому что прокуратура обломалась в суде, судьи не захотели влазить в эту бодягу. Конечно, юблом накрылся сам Зеленский, конечно же, юблом накрылась торгующая юблом же ебабушка Оля Герасимюк, которая, ну, в свои хорошо за 60, собственно, первая кандидатура для шарового смартфона, которым всех ебабушек будет покрывать как последним юблом Зеленский, судя по его обещаниям. Хотя, честно говоря, Зеленский никакие свои обещания не сдерживает. Ничего из обещанного, ну, позитивно обещанного, конечно, кроме гадостей, он не осуществил. Из обещаний Зеленского осуществляются только гадости. И вот сегодня апелляционный суд, прекрасно разобравшись в ситуации, захотел как-то отойти от проблем в сторону. Не хочет апелляционный суд накрыться юблом Венедиктовой. Они прекрасно понимают, что за каждую тупость и нарушение закона придется отвечать. Кстати, дорогие друзья, ведь я не зря вспомнил юбло Венедиктовой. Вот это вот ее, можно сказать, священное юбло зеленой власти. Эти юблоторговцы и юблонакрыватели не понимают, что во всем развитом, ну, остальном человечестве, в развитых странах, если генеральный прокурор публично объявил, как это объявила Венедиктова, что юбло на ее руке. На самом деле не настоящее юбло, а это юбло фальшивое. Кстати, мне кажется, что всю зеленую команду, в общем-то, можно назвать этим прекрасным эпитетом, зеленое фальшивое юбло украинской политики. Так вот, она таким образом публично на весь мир призналась, что она носит на руке контрафактную продукцию, что она носит на руке подделку, что является вопиющим, но непозволительным для генерального прокурора. Во всем мире контрафактная продукция, ее продажа, это преступления уголовные. Генеральный прокурор публично признается, Господи, при рассказе этого иностранцам они реально не верят. Мои знакомые там американцы, шведы, немцы, они говорят, Не может быть, чтобы генеральный прокурор публично призналась, что она носит подделку известного бренда. То есть она посчитала, что ношение подделки, это ее как бы в лучшем свете выставит перед ее избирателями и гражданами Украины. Вдумайтесь, никто же из нас не поверил, что ее юбло фальшивое. Юбло-то как раз у вас у всех, ваши юбла, они как раз настоящие, юбла, которые вы носите, ну и которыми вы являетесь. Собственно говоря, вот это и есть единственное настоящее у всех этих юблоносцев, настоящие только их юбла. А все их обещания фальшивые, дипломы фальшивые, диссертации купленные. И они все, абсолютно все в этой зеленой команде являются профессиональными профнепригодными. Они все лузеры по жизни, по большому-то счету. Потому что Вову Зеленского называли чинариком в университете, и его называли дедушкой с кружем в школе. Потому что он, благодаря вот этой вот подаче Коломойского, пользуясь его каналами, за его деньги, создавая рейтинг плюсам, 95-й квартал был использован всегда Коломойским как инструмент в политической борьбе. То есть это не конкурентная среда. На самом деле, то, что делал 95-й квартал, это был инструмент давления. А без авторов нет Зеленского. То есть сам по себе он и любой член его команды, вот сам по себе без должности, это пустые места, не обладающие знаниями, не обладающие ничем, кроме жадности, нахрапистости и уверенности, что они все каким-то образом сумеют избежать наказания. Не сумеют. Ребят, судя по судьям, а судьи у нас матерые тертые калачи, они прекрасно понимают, и этот месседж уже считывается обществом, они прекрасно понимают, что конец Зеленой команды неизбежен. Этот конец печален, и для них он, безусловно, будет максимально трагичным, вот какой только получится. Поэтому сегодня, резюмирую, в апелляционном суде юбла Зеленой команды, наконец, получили свой вот такой конкретный звоночек от судебной системы. Больше судебная система не будет идти ни у кого из них на поводу, а за этим посыпется все остальное. И, как сказал мне один очень знающий человек, говорит, Серега, сегодня вся, говорит, наша ментовская система, ну, понятно, он имеет дело к украинской полиции, он говорит, она вся, как бы одной рукой, вроде бы, с властью, беспредельничая, сотрудничает, но они прекрасно понимают, что завтра они прибегут к новой власти, дадут все материалы на Зеленую команду, которые они же собирают, и скажут, вот мы вам все насобирали, принесли на этих негодяев, и можно мы первыми их сейчас начнем рвать. Они просто ждут этого момента, потому что вот эта вот система, которая, мягко говоря, делика от совершенства, что полицейская система, что судебная, что, собственно, все остальные, они прекрасно своими чуткими чиновничьими носами чувствуют, что наступит время, когда они первые ломанутся топтать. И, как мне сказал мудрый человек, их, говорит, будут не просто догонять, их еще обязательно будут догонять с интересом, их будут догонять и обязательно распаковывать, потому что они настолько тупо запаковались, запаковываются и будут продолжать паковаться, что распаковка при догонянии вот этой власти будет отдельным, очень увлекательным видом бизнеса и, безусловно, зрелищем. Друзья, это все обязательно случится, когда мы с вами поймем, что в соответствии с украинской конституцией власть в Украине принадлежит не вот этой своре зеленых негодяев, а нам с вами. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, распространяйте мои видео. И еще у меня есть резервно, как я уже неоднократно повторял, мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании к этому видео. Я категорически уверен, что сегодняшний апелляционный суд показал во всей красе, что обязательно в обозримом будущем за нами, за украинским народом массово и победоносно таки не заражереют.